Я писал очень много этюдов, очень много зерусалов, он был пенсионером от Академии, по-моему, жил и умер там же. Что незаслуженно, мне кажется, в этой работе при жизни художника было, это то, что ее не оценили по достоинству. Потому что тот триумф, который был у Карла Брюнова, когда его работа после определенного тура по Ефру, приехала в Санкт-Петербург и ездили на корабле, и настолько делали нетерпение, то есть академисты, что корабль был ночью, работала от Грузии, из Грузии с Кулона, натянули на подрамник и при свечах, а при свечах она еще не смогла смотреться, потому что там много как раз вот этих вот контрастных спецэффектов, они все просто триумф, у него тут же звание академика, то это вот и, в общем-то, после этого грандиозного успеха, таких масштабных молотен, то есть он хотел свой повторительный успех на осаде Бскова. У него был очень замечательный успешный эскиз, но то, что было в эскизе, не получилось перенести на Большой Фабуру. В данном случае мы как раз видим работу Александра Банова, явления «Присталмы», в которой очень много нам говорить и о океанской тюрьме, то есть как он понимал этот фабелонидский сюжет, о том, как он к нему подошел. И, конечно, тот труд, который мы видим в работах этюда, в зарисовках, созданных к этой картине, на нем, на Иванове очень хорошо учиться. То есть он как академическое пособие для юных талантов, просто вот пример, то, что нам, на мой взгляд. Вот, опять же, искусствоведы любят подводить экскурсии к этому кусочку живописи и показать, что работа не дописана, что вот здесь, как мы видим, складочки написанные врезали, и он их не успел перевести в цвет. То есть он сразу уже знал, что это будет красно-коричневая драпировка, и отражение в воде заложил уже сразу с ней. Он просто знал, что вот сейчас подсохнет, и я лессировочкой переведу это в тот тон, который мне надо. И, в общем-то, это логично, потому что, вот, посмотрите, фигура юноши и фигура старика, для того, чтобы юноша стал к нам еще ближе, очень просится, чтобы эта драпировочка стала темной, и она не была такой контрастной, потому что она на себя сейчас берет внимание больше, чем плечо, шевелюра и рука. Как только драпировочка у нас лессируется в красно-коричневый тон, фигура юноша сразу выходит на нас. То есть вот этот вот момент, вот этот вот кусок недописанной картины. Да. Ну, вот фундаментальный подход к созданию картины. Ничего случайного здесь нет. Замечательная экспозиция Третьяковской галереи нам дает рассказ даже без экскурсовода, как написаны деревья. И чудо, и чудо, и чудо, и чудо. Как написана вода. И чудо, и чудо, и чудо. Камни, мухи. То есть все это собрано вот в этом и соседнем зале. На замечательных примерах гипсовых слепков мы увидим, как он воссоздавал портрет человека того времени, чтобы поймать типаж того же самого Христа. Других фигур, которые есть в этой композиции, он очень много писал слепков. То есть он изображал действия двухтысячелетней давности. То как раз время, когда расцвет римского портрета идет, когда нужно изучать и греческую скульптуру, и на базе вот этого лица, этого типажа, у него создается картина. Как раз мы сейчас, ну, действительно, то есть он много и его писал. То есть он все это создавал очень досконально, очень точно. А Дениса, можно спросить? А как ты думаешь, ну, то есть ты, наверное, знаешь, да, как он туда забил, у него были леса, ему же надо было и отходить еще. Конечно. То есть, ну, вот, как-то вот у нас художник рассказывает, вот, хочу серьезную мастерскую. Серьезную мастерскую? А какую мастерскую? Ну да, наверное, квадратов 50-60, чтобы не меньше. Я хочу, чтобы увеличить, чтобы высота, то есть там потолков там 6 метров, чтобы было. Смотришь сейчас на эту работу, да, серьезные, великие, масштабные. В 6 метров должна быть высота потолка. Гораздо больше. Гораздо больше. Гораздо больше. Вот на картине же 45 метров. Прямо испрашивающий тело Гектора у Ахиллеса. Очень замечательная работа. Она мне всегда очень нравилась, и она мне уходила смотреть. И самым любимым кусочком этой композиции у меня были вот эти складки. Потому что, ну, очень хорошо написано. Ну, и видно, что как тут гризаль переведена в цвет. То есть, поймите, на примерах складок старика мы видим, что они более контрастны. Но, когда накладывается лессировка, все контрасты и тона становятся мягче. И оттенки, градации оттенков становятся еще тоньше. То есть, прием лессировки гризали в данном случае дает то, что невозможно добиться в а-ля переносе. Никак. То есть, вот за один раз такого не напишешь. Никак. И вот в этом плане те художники, которые не прошли академическую школу и не попробовали вот этот вот прием переведения гризали в цвет, они, конечно, себя очень сильно обокрали. Потому что еще Санвадор Дали говорил замечательную фразу, что научись рисовать, как старые мастера, а потом рисуют как лучше. То есть, фундамент, база должны обязательно быть. Вот это вот реалистическая школа. Какого нужно? Мне очень сам нравится вот этот сюжет. То есть, я могу долго на тему его рассказывать, что прием, то есть, у него второе имя подарок, что у каждого персонажа из этого троянского цикла очень замечательная вот история. Я в свое время зачитывался Ильяда и Одиссея в переводе Жуковского. Потому что, в отличие от Гнедича, Жуковский читается очень легко. И просто, ну, несколько раз, раза четыре, наверное, я ее перечитал. И после нее, то есть, все, и после Авидия, Метаморфос, все сюжеты из греческой мифологии, они становятся настолько близкими и родными, что, ну, любуешься и знаешь о чем. Вот. Значит, придется... Чуды, 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 чуды. Аполлона Бельведерского. То есть, почему Бельведерский, это потому, что данная статуя была найдена и откопана близ Бельведер. Вот. Как он ее переводит в цвет? То есть, начали с лепочек, а потом в тело. Аполлона, кипарикс и геоцин. Да, и геоцин. То есть, вот... Вот и средний кипарик. А? Вот почему... Кипарикс, он, это юноша, который был, он погиб. Аполлон был очень печален. То есть, и в честь вот как раз этого стройного юноши и назвали это дерево, кипарис. Очень хорошая работа, замечательная. Посмотрите, несмотря на то, что это академический подход, как три фигуры, и у каждой фигуры свой оттенок телесный. То есть, как вот он этими играет. Нету повтора, нету монотонности. Дело в том, что передвижники, академисты, которые я вёл, они были все люди очень высокообразованные. И они понимали и в танце, и в музыке. И когда мы смотрим композицию, и художник, который её составляет, ну, мы те же самые законы видим в танце. Мы те же самые видим законы в музыке. Построение произведения. Композиционное. То есть, где должен быть интервал, где должен быть, ну, имеется в виду, фульминация вся, и как всё это плавно сходит и финишивание. То есть, вот, построение композиции, они законы эти работают во всех. Ну, конечно, музыка – это самый сильный по воздействию на человека из видов искусств. Вот здесь музыка, потом танец, и уже только потом в конце живопись. Ну, вот, то есть, и всё остальное. И это всегда так было. Потому что, вот, но это всё менялось. с веками. Потому что, вот, мы возьмём с вами древнекрическую мифологию, музыку. Мы найдём и тропсихологу, и мельпоминную. То есть, там, и вот. А ни архитектурии, ни живописи, музы нет именно. У них просто вам покрытие стоит музыка. Ну, какая-то там. И вот на протяжении веков мы видим, как смещаются, то есть, акценты. Потому что очень многое изменялось в истории искусства. На тот момент не было масляной живописи. На тот момент не было такой станковой живописи. То есть, была живопись фресковая. Был раскрашенный рельеф. Но такой вот полноценной живописи, то есть, её не было. Скульптура и архитектура стояли выше. Живопись была в самом конце. Ну, а что ж, то что сейчас? Сейчас подумал. Сейчас. В картине явления христа народу. Ну, мне нравится не столько название явления христа народу, сколько богоявление. Всё-таки как-то звучит получше. Потому что в Евангелии это тот момент, когда ему исполнилось определенное количество лет, когда он мог проповедовать, и он в первый раз появился, то есть, вот, как миссия. То есть, до этого всё это было в тайне. И вот мы на примерах разных слепых, то есть, видим, как он для себя вот эту решал проблему создания образа Христа. То есть, он её собирал из нескольких как раз лиц. С разных примеров скульптур, которые были прижидены Христу. Потому что со временем ведь всё мутирует, всё изменяется, крови смешиваются, одни народы на другие. То есть, там, ну, образ меняется. А скульптура, это как раз хороший пример того, как вот это было тогда. Как это было тогда. Ну, знаменитый его итальянский пейзаж. Одна из самых вот синих работ, она в том зале, которая часто печатается, это «Атминодорога». Атминодорога, который мы сейчас не вернёмся на город. Очень часто преподаватели любят приводить как пример для своих учеников, как нужно выстраивать планы. То есть, здесь планов очень-очень много. Ну, их насчитывает очень большое количество. То есть, вроде бы, незатейливый сюжет. Дорожка, камушки, небо без облачков и где-то там вдалеке город. Но сколько труда вложено в эту работу. То есть, на нигде ты устаёшь, смотришь, подходишь, а она тебя буквально затягивает. То есть, рассматриваешь, что у нас пошло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok